Возлюбленные о воскресшем Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе, досточтимые отцы, всечестные иноки и инокине, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Сегодня вместе с пророком Осией и со святым апостолом Павлом мы единым сердцем и едиными устами ликующе восклицаем. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Пришла Пасха, и нет уже преград на пути нашего спасения. Пришла Пасха, и отворились врата Царствия Небесного. Пришла Пасха, и высиял свет веры Христовой. Пришла Пасха, и торжеством наполнились сердца всех любящих Бога. Победа над смертью, совершенная Богочеловеком, устраняет все преграды, воздвигнутые между Творцом и Творением. Христос, как новый Адам, проходит тот путь послушания Богу, который не был пройден Адамом Ветхим. Каждое мгновение земного бытия Сына Божия имело спасительное значение. По мысли святителя Филарета Московского, вся жизнь Иисуса была единым Крестом. Поэтому, словя слове «Воскресение Христова» мы не должны забывать о предшествующей тайне Креста, в которой проявилась безграничная любовь Творца к своему творению. Голгофа становится вершиной божественного домостроительства и искупительной жертвы. Крестной смерти Господь до конца испевает чашу последствий человеческого греха. Он усвоил себе не только наши физические и душевные страдания, но и наши проклятия и богооставленность. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» – это вопль всего человечества во Христе. Своей смертью и воскресением Спаситель одерживает окончательную победу над грехом и дьяволом. В воскресшем Христе человеческому естеству возвращается бесстрастность, нетленность и бессмертие. Пасха Христова есть знамение исцеления человечества, избавления от ада, очищения от греха и возвращения к Богу. Перед людьми вновь открылась возможность стать не чадами гнева, но возлюбленными сынами Отца Невестного. В воскресении Христова наше непреложное чаяние воскресение мертвых и жизни будущего века. Это событие является для нас праздником праздников, основанием всей нашей жизни и утверждением веры. В этом году исполняется сто лет с начала эпохи невиданных гонений на Русскую Церковь. Совсем недавно, в годы богоборчества, великое множество наших соотечественников, от обычных христиан до государя-императора и членов его семьи, от простых монахов до святейшего патриарха, стойкостью своей веры свидетельствовали о Христе воскресшем, идя на страшные муки, страдания и решения. «Да не устрашат нас всем в спасительном деле болезненные скорби, крестоношения», писал священномученик Петр, архиепископ Воронежский. Правда, прискорбно крестное шествие след Спасителя, но с ним соединены и высокие утешения еще в здешней жизни, а там и в будущей, нескончаемые блага, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Уроки прошедшего столетия учат нас беречь Родину и хранить свою веру, созидать мир и согласие в обществе на основе доброжелательности, взаимопонимания, искреннего глубокого патриотизма и любви к Богу и людям. Поздравляю вас, возлюбленные отцы, братья и сестры, со светлым Христовым воскресением и молитвенно желаю, чтобы ваше сердце всегда было обильно преисполнено пасхальные радости и вы делились ею со всеми окружающими людьми. Христос воскресе! Воистину воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok